И далее нам нужно написать процесс обучения. Процесс обучения у нас точно так же, как в прошлый раз, будет идти по бачам. Бач будет размера 100. Каждую эпоху мы будем печатать accuracy и накапливать loss на данной эпохе. А внутри каждого бача мы будем сначала обнулять градиенты. После этого вычислять, какие же картинки пойдут в текущий бач. Переносить текущий бач на девайс, на GPU. После этого прогонять бач через сеть с помощью функции forward, которую мы реализовали выше. После этого на предикшенах сети считать loss. Напоминаю, он без softmax, потому что CrossEnthropy принимает выходы без softmax. Далее мы будем считать градиенты и делать шаг градиентного спуска. Вот бач закончен. Мы можем посчитать качество на отложенной выборке на X-тесте. Здесь мы снова делаем обсчет качества на X-тесте. Целиком, в принципе, правильнее делать было бы это по бачам точно так же, потому что никто не гарантирует, что на вашей видеокарточке поместится весь тест. То есть точно так же мы можем считать accuracy на каждом из бачей, а потом вычитывать суммарную accuracy. И вот еще один момент очень важный, который у меня в прошлом примере приводил на самом деле к утечке памяти, мы этого не заметили. А вот на данном примере, так как у нас сетка становится чуть-чуть побольше, я начинаю чувствовать, что видеокарты не хватает, в какой-то момент обсчет падает. Почему так происходит? Потому что я результат вычисления лосса на тестовых данных клал в прошлый раз непосредственно в лист. Продолжение следует...